Один фермер на вопрос, какого ждать урожая, ответил, среднего лучше, чем в прошлом году, но хуже, чем в будущем. Это Аграрный вопрос на канале ОТС. Здравствуйте! Новосибирская область Штат небольшой, всего 13 человек. Говорят, эти 12 месяцев дались им нелегко. Чуть больше года в селе Новоцелинное Качковского района работает пекарня под вывеской «Домашняя выпечка». Название себя оправдывает. Хлеб и хлебобулочные изделия пекут только по домашним рецептам. Никаких добавок. Ассортимент большой. Пекут хлеб опытные мастера. Марина Жилина 30 лет работает на Качковском хлебозаводе. В этой пекарне с момента открытия. По объему работы здесь и поменьше, но как бы потяжелее. Ну вот в том, что мелочевка. У нас там крупные хлеба большие. И у нас и печи соответствуют. Как бы большие печи. Ну а здесь, конечно, поинтереснее. И пиццу, батон домашний у нас здесь. И сдоба всякая. Наверное, 9 или 10-11 сортиментов здесь. Так, вафли пекем. Сочные. Еще торты и пирожные. Кондитерский цех работает чуть больше месяца. Продукция пользуется спросом. Больше в районе никто торты не печет. На Качковском хлебозаводе цех закрыли. Пекра пришла работать сюда. Ну а люди требуют как бы спрос есть, чтобы торты Качковские нравятся. Ну, решили продолжить. Каждый день вот у меня это самое, и пирожные, и корзинки, и песочка, и все. В общем, помаленьку все есть. Но люди еще не знают, как бы это. Сейчас узнают. Больше заказывать будут. Хозяйка пекарни Наталья Павлик признается, открытие пекарни было большим риском. Для того, чтобы начать производство, потребовались большие вложения. Взяла кредит, отремонтировала помещение, закупила оборудование. Сначала торговали только в своем магазине. Сейчас продукцию доставляют в десятки торговых точек по району. А также работают с несколькими школами. Туда мы поставляем хлеб и хлебобулочные изделия. Сейчас у нас еще маленько мы занимаемся полуфабрикатами. Значит, у нас пелемени мы делаем, вареники с картошкой, с капустой и с творогом. И котлеты мы тоже школам продукцию эту поставляем. Так что ребятишки у нас все едят как бы нормально. Мы, наоборот, интересуемся, как кушаете, как поели. Ну, как бы ассортимент им расширяем. Цена булки хлеба высшего сорта 22 рубля. Булку ржанового хлеба можно купить за 16 рублей. Пока такая стоимость, с учетом всех затрат, себя оправдывает. Но если подорожает сырье, хлеб тоже станет дороже. Муку покупают в соседнем селе, на частной мельнице. Цена очень приемлемая. Они нам, как бы, первый сот по 14 рублей за килограмм, вышку по 15 рублей, как бы. И когда мы перерасчет на себестоимость, как бы, рентабельность у нас почти что 30-40 процентов. Это нормально, как бы, при нынешних затратах, что на бензин поднимаются, как бы, это. Но если зерно в этом году вырастет, поднимется мука, тогда пересчет придется всей продукции делать. Я думаю, что в целом, даже если электроэнергия или что-то поднимется, бензин, я думаю, рубль, где-то рубль-полтора будет на единицу продукции. Это увеличивается. Кстати, овощную продукцию для начинки выращивают здесь же, на территории магазина, что значительно сокращает затраты. Сейчас Наталья готовит документы на получение субсидий. В планах расширение. Открытие цеха полуфабрикатов. Помещение уже отремонтировано. Осталось только купить оборудование. Российское зерно пользуется спросом у зарубежных покупателей. За три года объемы вывоза зерна из страны выросли на 73%. Об этом сообщают в профильном ведомстве страны. На сегодняшний день главные импортеры из Новосибирской области – Латвия, Беларусь, Польша, Азербайджан на западе и Япония и страны Юго-Восточной Азии на востоке. А недавно куйбышевские аграрии подписали соглашение о сотрудничестве с Вьетнамом. За смену в этой лаборатории исследуют десятки образцов зерна. Его везут сюда из нескольких районов области, чтобы определить уровень клейковины зерна. Размалывают, замешивают тесто. Его будут отмывать до тех пор, пока вода не станет прозрачной, без мути. Мы определяем сырой белок пшеницы. Вот так путем отмывания. От крахмала, от округей. Потом выжимается, он взвешивается, определяется. Зерно сначала отправят в оперативный склад, затем на сушилку. Ежедневно здесь просушивают до 700 тонн. Очень большая влажность. И за 20% есть влажность. Даже под 30% почти есть была влажность. Вначале шла. Потому что никто не предполагал, какие будут дальше погодные условия. И начинали уже молотить там. Чтобы снизить затраты на сушку и хранение зерна, а его здесь готовы принять почти 40 тысяч тонн, предприятие планирует провести модернизацию производственных мощностей. Мы освободимся вот от этих складов. Во-первых, там будет все-таки почище. И уже другой будет уровень работы. И уже будет система самоочистки, сушки и хранения. Уже современнее, так скажем. Уже не будет этих складов. Планируем еще провести газ, чтобы сушить газом, а не нефтью. Потому что нефть в эту осень сейчас в наше время очень затратна. Дополнительные затраты ложатся и на плечи крестьян. Частично компенсировать которые можно, выгодно продав зерно. С прошлого года предприятие ведет отгрузки в Монголию и Китай. Сегодня рынок сбыта расширился. В этом году с помощью агентства инвестиционного развития, это Новосибирская область, ну и там поддержки, опять же сенатора Владимира Васильевича, нам удалось подписать международный контракт выйти на Вьетнам. Вот планируем в этом году начать отгрузку на Вьетнам. Поставлять во Вьетнам намерены не только зерно 3-4 класса, но и муку. Образцы зарубежные партнеры уже оценили. Зерно 5 класса с низким уровнем клейковины пойдет на производство этилового спирта и комбикорма. Сибирская область Они не только выращивают новые сорта, но и записывают характеристики каждого. А их 12 видов и сотни образцов. Одним словом, ручная работа. Татьяна Штайнерд два раза в год меняет место работы. Летом селекционера можно встретить в огороде, а зимой она ведет научные работы. У нас стояли задачи изучить коллекции томата, огурца, перца, зеленых и пряновкусовых культур. То есть мы в этом году изучали коллекцию по 121 образцу. То есть достаточно обширный материал, который предстоит еще проанализировать, свести в таблице и также написать отчет. То есть все задачи, которые стояли на 2018 год, у нас выполнены. Чтобы вывести новые сорта, ученые тратят порой не один десяток лет. Основные направления – селекция и уход за растениями. Поливка, подкормка, обработка от вредителей. Ну, скажем, на примере огурца сорта «Вектор» селекция началась в 1972 году. И вот в результате многолетних скрещиваний, отборов по разным признакам получился вот такой пластичный сорт, очень урожайный, урожайностью на уровне гибрида практически идет, очень адаптированный. Он прекрасно себя, ну, как бы, зарекомендовал в разных зонах. Так вот, в реестр мы его внесли в 1991 году. Любой научный сотрудник не избавлен от бумажной работы. Каждому сорту здесь свое описание. Как растет, как портится, цвет, вес, вкус. Всего селекционеры изучают 12 видов овощных культур и сотни образцов. Вести селекцию – это своего рода определенное искусство. То есть вот у одного человека получается, допустим, он за свою жизнь может создать десятки сортов, а другой человек всю жизнь трудится, трудится и ни одного сорта не может. То есть есть люди видят, допустим, подошли к растению и видят, да, из этого будет толк. Его можно ввести в скрещивание и получить с него хорошее потомство. В этом году ученые передали в государственные сорты испытания новый оранжевый перец. Как оказалось, оранжевые овощи пользуются популярностью у дачников. Врачи рекомендуют, опять же, употреблять оранжевоплодные сорта овощных культур, не только перцы, скажем, томаты, морковь в частности, для людей с ослабленным зрением. То есть у кого страдает зрительный аппарат, тому обязательно нужно кушать оранжевые овощи. Совсем скоро селекционеры переедут в зимние квартиры. Там они займутся изучением полученных образцов, калибровки семян, составлением отчетов. Но уже в феврале вновь вернутся к рассаде. До Нового года немножко уже остается, а там уже через месяц опять рассадный период начинается. И вот так вот из года в год, учитывая еще нехватку, так скажем, трудовых ресурсов и огромную нагрузку на каждого имеющегося у нас сотрудника, немлагочисленный штат у нас, к сожалению. Поэтому зима пролетает очень быстро. Поселение, про которое мы хотим вам сейчас рассказать, пока нет на карте. Поэтому доехать в Белогуры не так-то просто. Да и машина, надо сказать, должна быть вездеходная. Асфальта там тоже нет. Прокладывают дорогу сами жители. Но селянам придется решить и этот вопрос. Ведь они всерьез подумывают организовать турбазу. Игорь Белых вместе с сыновьями и дочерьми уже построили домик для туристов. Правда, пока только один. А мечта соорудить таких восемь. Впрочем, он и сам все расскажет. У меня здесь шестеро детей. С двумя мы сюда приехали. Четверых здесь родили. И каждый из них, от мала до велика, помогал отцу строить дом. Расчистили площадку на опушке Соснового Бора. Вместе делали сруб, мастили крышу, конопатили стены. Да, окна пластиковые и фурнитура на дверях из отделочного магазина. Но внутри никаких обоев и гипсокартона. И на каждый элемент дизайна ушло немало времени и сил. Спиливали сосну. Вот, шкурили ее. И сушили. После высушки мы покрывали ее пропиткой. Чтобы не чернила, ничего с ней не было. Потом покрыли лаком. Ну вот, примерили и поставили. Говорят, мужчина должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. И по сыновьям, и по деревьям Игорь Дмитриевич выполнил план на много жизни вперед. Теперь мечтает о домах. Так, чтобы их было много, и в Белогуры приезжали люди со всей страны. У этой деревни даже нет адреса. Посылка придет в соседнее Кругликово. Туда же едут за лекарствами. Правда, болеют местные редко. Об интернете, мобильном телефоне, футболе по телевизору здесь тоже можно забыть. Только природа и люди, которые могут и лапти сплести, и варенье, и шишек сварить. И в полный рост сегодня день прожить, из важных, суетливых дел. У нас что, каждый в чем-то интересен. Каждый человек, как правило, творческая натура такая. От музыкантов, поэтов, и заканчивая просто людьми, которые что-то умеют делать своими руками. Вот вязать, там, с бересты какие-то моменты. Ну, скажу так, компания интересная собралась. Большинство соседей – переселенцы. С Урала, Алтая, из европейской части страны. Решили оставить города и жить в лесу. И еще никто не уехал обратно. Туристам тоже будет чем заняться. Осталось только дома для них построить. Игорь Дмитриевич рассчитывает получить на это правительственный грант. А работники найдутся. Дети подрастают. И опыт у них уже большой. Это была программа «Аграрный вопрос». Здесь вы найдете точные ответы на актуальные вопросы о сельском хозяйстве Новосибирской области. Будьте здоровы и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новосибирск